В экспозиции представлены модели самолетов, танков, кораблей и другой военной техники времен Великой Отечественной войны. Все эти модели сделаны руками увлеченных людей, лобинских моделистов. Ребята узнали об истории техники, техники победы Великой Отечественной войны, таких легендарных танков, как Т-34, КВ-1 Клим Ворошилов, ИС-2. Узнали о истории авиастранения в нашей стране и в частности о истории создания и боевого применения легендарного штурмовика Ил-2. Руководитель музея Евгений Виноградов рассказал ребятам, что на самолетах, модели которых представлены на выставке, летали наши прославленные летчики, герои-штурмовики. Борис Николаевич Тихонов, Петр Лукич-Шмигаль, Дмитрий Игнатьевич Каркаценко. Все они летали на знаменитом штурмовике Ил-2, а за успехи в боях каждый награжден званием Героя Советского Союза. Также школьники узнали о легендарном танке Т-34, на котором сражался наш земляк Дмитрий Федорович Лавриенко. В боях под Москвой он уничтожил 52 немецких танка. Ребята с огромным интересом рассматривали копии боевых моделей и признались, что выставка им очень понравилась и они с удовольствием придут еще раз. Мне очень понравилась эта выставка, она мне очень надолго запомнится. Я много узнала о советских самолетах, о фашистском. Мне очень все понравилось. Я бы хотела еще раз прийти и узнать об этом. Мне очень понравилась выставка, потому что я узнаю некоторые танки тут, о новых узнать очень интересно, потому что потом нам в жизни это все пригодится. И самолеты, я только сейчас узнал, что наш русский самолет самый мощный. Данные выставки необходимо проводить для того, чтобы формировать сферу увлечений нашего подрастающего поколения, нашей молодежи, чтобы они были отвлечены от улицы, от чрезмерного влияния компьютера, в первую очередь, чтобы они имели тягу к созиданию, к изучению нашей истории. Екатерина Клименко, Георгий Сопов.